А мы плавно пришли к сессии «Вопросы и ответы». Спасибо большое экспертам, спасибо участникам. Экспертам спасибо за то, что отвечали в чате письменно. И из 25 вопросов осталось немного. Мы, может, даже некоторые озвучим, потому что по Черногории было очень много практических вопросов. Да, Софья, спрашивали, я с семьей уезжаю, какие цены, стоимости. Вот, теперь давайте тогда поговорим и обсудим те вопросы, которые у нас еще остались. Смотрите, я начну с какого-то интересного вопроса. Какую программу вы выбрали бы сами? Я выбрала бы программу «Черногория», потому что это дешево и потому что мои дети вместе со мной через 5 лет могут стать гражданами ЕС. А это совсем другой статус, при том, что у меня, например, есть второе гражданство, оно израильское. И я могу позволить себе жить в Израиле. Это открывает мне весь мир, ровно как и моим детям. Но в этом году мы столкнулись с поступлением дочери в ВУЗ, сына на магистратуру. И я увидела, насколько неприятно выглядят цифры для не граждан Евросоюза и для граждан Евросоюза. И прослезилась. А если у вас 4-5 и больше детей, то это совсем неприятно. Да, кстати, это очень интересное замечание, особенно учитывая то, что Apex Capital Partners, насколько я знаю, лицензированный партнер во многих странах. Поэтому вы работаете, предоставляете эти программы в разных странах. И Черногория может быть интересно. А скажите, это плюс или минус, что она пока не в Евросоюзе? Это плюс в плане стоимости. И это большой плюс. Если мы сравниваем программу Черногории с существующими европейскими программами Мальты и Великобритании, то нечего говорить, что черногорская программа в разы дешевле. Ну и то же самое, что было, все знают, цены на кипрскую программу. От 2 миллионов евро она начиналась. Начиналась черногорская программа. Уже. Она начиналась и закончилась, но стоила она в 4 раза дороже. Вот, кстати, вопрос сразу поступил. Паспорт Черногории. Конкретно сколько стоит, сколько времени получать, что нужно делать? Стоит паспорт Черногории на семью из 4-х человек под ключ в районе 440 тысяч евро. В эту сумму входят все возможные и невозможные затраты человека, даже включая приезд в Черногорию. Ваши услуги тоже входят. И услуги туда входят, да. Но это очень действительно... Это бюджетно. Да, очень бюджетно. Опять же, какой паспорт? Он будет как-то отличаться, этот паспорт, по статусу, да? Нет, в отличие от многих других стран, которые различают инвесторов и реальных граждан, паспорт Черногории единый, красного цвета, выдается любому гражданину Черногории. Отличие черногорца, рожденного в Черногории, от инвестора лишь в том, что черногорец не имеет права владеть другим гражданством, кроме как своим. От всех остальных нужно отказаться, а у инвестора есть вот такое послабление в законодательстве, что от российского, от украинского и любого иного гражданства отказываться не нужно. Это вообще супер. У вас есть паспорт в Черногории? Нет, к сожалению. Но я работаю над этим. Вот, отлично. Слушайте, ну это как бы очень дельные как бы замечания, особенно если учитывать то, что это семья. Семья, опять же, это дети. Есть ли какое-то другое понимание семьи? Ну, извините. Тоже, кстати. К сожалению, брак считается мужчина-женщина, когда есть свидетельство о браке. Гражданские браки не принимаются. Дети. Можно брать детей от первого, второго, любого другого брака. Главное, чтобы родители этих детей подтвердил монотариально. Мы даем все необходимые рекомендации, как это должно выглядеть, разговариваем с нотариусами. Что это за бумага должна быть, которая позволяет детям оформить гражданство Черногории. В данном случае и мама или папа от первого брака позволяют это сделать. Дети должны учиться, как правило, это основное условие, быть финансово зависимыми. Они могут быть ментально зависимыми, зависимыми по здоровью, но обязательно зависимыми от главного браканта и супруги. Они не могут работать, у них не может быть своей семьи. То есть это дети до 18 лет или дети могут быть старше, но без семьи? У нас может быть ребенок, которому 40 лет, но который не может жить самостоятельно, потому что у него есть некие проблемы со здоровьем. Мы показываем эти проблемы, и тогда он идет паровозиком вместе с родителями. И это может быть ребенок 30 лет, который учится в аспирантуре. Он учится, он может подрабатывать где-то в качестве двух часов в день. Это не страшно, но мы должны показать бумагу из аспирантуры. И это тоже считается финансово зависимым человеком. Спасибо. Сколько времени, вот еще доспрашивают, мы не раскрыли. Сколько времени нужно для решения гражданства? Еще летом мы получали наших клиентов выход решения государства за 50 дней плюс. Сейчас все продлилось до где-то 100-110 дней. Выход решения государства и еще в районе месяца на все процедурные моменты. То есть вот 110 дней плюс месяц и можно приезжать за паровозиком. Смотрите, очень важный момент, это отчет времени. Обычно клиент думает, когда, когда я решил это сделать или подумал. То есть отчет времени, вот эти 100 дней, они идут от момента, когда мы собрали все документы, перевели его там, да, на нужный язык, там, легализировали как необходимо и прислали пакетом в Черногорию. Наш офис собрал еще с черногорской стороны все документы, перевел на черногорский, подписал договор с девелопером от вашего имени, сделал, открыл счета, два счета эскроу в банке черногорском. Вы перевели туда средства на счет государственного взнос, на за государственный взнос и девелоперский взнос. И вот эта вся большая пачка документов, подтверждающих реальность всех инвестиций и собранных документов, отнесена нашим сотрудникам в департамент иммиграции. И вот тогда мы получаем квиток о том, что отчет начался. Считаем, Дмитрия. Да, вот это полный ответ. Здесь есть еще, кстати, уточнение. Вопрос еще раз хотят уточнить. Правильно ли я понимаю, что в Черногории нет обязательства декларирования контролируемых иностранных компаний? Нужно ли задекларировать? Наверное, я бы по-другому сейчас сформулировала вопрос, и это чуть-чуть отложила. Гражданство Черногории означает ли налоговое резидентство Черногории? Потому что, как вы сегодня озвучивали, нет никаких требований обязательного время нахождения в этой стране. Получил паспорт, приехал и потом можешь никогда не приезжать. Правильно, Ивановна. Спасибо за этот вопрос. На самом деле, нет. Это заблуждение очень многих наших потенциальных существующих клиентов. Владение паспортом или гражданством некой страны, в данном случае Черногории, не имеет знак «равно» со статусом налогового резидентства. Только лишь если вы... Есть несколько стран, например, Соединенные Штаты. И если вы получаете грин-карту, вы становитесь уже налоговым резидентом. И это совсем другая история, и не дай бог туда попасть, будучи неподготовленным. Что касается Черногории, нет. Если вы хотите стать налоговым резидентом, то по закону, это 183 дня проведения в стороне, и нужно не быть налоговым резидентом России, Украины и других стран. По факту, справку о налоговом резидентстве выдают быстрее, если человек там начинает проживать. Ну, а дальше вы смотрите, куда вы эту бумагу несете, и будут ли там проверять, действительно ли вы прекратили быть налоговым резидентом в стране своего рождения или еще где-то. Мы не можем быть налоговым резидентом везде. Ну, да, то есть здесь просто к вам поступил такой вот большой, как бы там, да, вот вопрос. Но очень важно перед тем, как рассматривать все эти детали, кто кого где как контролирует, в какой стране, нужно понимать, что вы просто получили паспорт, и если вы живете, не знаю, в Америке, да, или в Украине, это на вас, ну, никак не повлияло, кроме, как, не знаю, там, возможность путешествовать, там, да, переехать в эту страну. А вот с налогами здесь нужно особенно, особенно, вот Ярослава спрашивает, вы знаете, я вижу, что там, да, у человека такой сложный вопрос. Его нужно проработать. Вот быстрых там, да, вот решений нет. Все, что касается мультирезидентства, то есть его нужно качественно прорабатывать. Потому что если у вас есть там недвижимость в этой стране, резидентство Эмиратов, гражданство Черногории, то есть для состоятельных людей это и преимущество, и это вызовы, да, потому что нужно разобраться во всем том, что есть. Вот, опять же, в двух словах, тогда все-таки скажите, какие налоги в Черногории, ну, насколько они страшны или нет? Налоги в Черногории пока не страшны, и мы точно уверены, что при переходе Черногории в статус члена Евросоюза налоги поменяются, но никто не может пока прогнозировать, насколько, в какую сторону понятно, а вот насколько нет. Пока корпоративный налог, там, из самых основных 9%, никаких страшных налогов нет, открывается просто любой ресурс. Какие налоги? А вот не помню я, какие налоги для физических лет. Я думаю... Не выше, чем наши. Нет, и не 20. Ага. Вот, поэтому, да, все вопросы связаны с налоговыми статусами, налогового резидентства, как структурировать свою жизнь и бизнес-активность, нужно ли переводить свой бизнес в Черногорию и так далее. Вот этим уже занимаются наши юристы в Черногории. Мы являемся только провайдерами услуги, помогающие людям оформить гражданство. Не более того, и по всем вопросам касательно других сфер жизни, мы передаем все кейсы профессионалам. Потому что, как вы правильно заметили, это очень сложные бывают цепочки. У наших клиентов в жизни очень интересные и многогранные. Поэтому просто так вот ответить в рамках пяти минут, нет, невозможно. И у всех у нас абсолютно разные истории. Конечно, наш московский офис занимается как раз такими сложными цепочками, анализом рисков и возможными последствиями в различных юрисдикциях. Это не касается исключительно Эмиратов или России, но все другие юрисдикции традиционные у русскоязычной аудитории. Мы также прорабатываем и будем рады помочь, если какие-то вопросы возникают. Да, поэтому я вот сегодня и рассказывала. Очень важно понять, как эта программа в этой стране законна, да, как это сделать там, да, у лицензированного провайдера. И как это сделать для себя законно. А для себя там, опять же, да, очень много нюансов. Конечно, вопрос КИК более актуальный, я не спорю там, да. Но сегодня у нас, ну, скажем так, да, вот вопрос не этого немножко, как бы, да, вот семинара, потому что мы говорим о гражданстве, виды на жительство, о налоговом резидентстве. И ответим еще вот на вопрос, если налоги после получения гражданства, автоматических налогов в Черногории нет. Но не появятся, если вы туда приедете жить и работать. Еще я сегодня вот как-то вскользь прозвучала по поводу Эмиратов. Я хотела вот сказать, может, кто не знает, что уровень налоги в Эмиратах есть, но платят их компании, а физические лица, резиденты Объединенных Арабских Эмиратов не платят налога вообще или нет? Ольга. Я бы сказала, да не услышь нас о ECD и так далее, но можно утверждать, что с практической точки зрения в Эмиратах налогов нет. Мы платим 5% НДС на те услуги или товары, которые реализуются внутри страны. Те услуги или товары, которые реализуются за рубежом, но эмиратовской компанией облагаются по ставке ноль или выпадают в out of scope. Подоходного, корпоративного или личного налога, равно как налог на наследствие и все возможные там налоги сбора и так далее, Ну, по наследству я бы здесь так не... В Объединенных Арабских Эмиратах нет налога на наследство. Да, но там наследство по шариату еще есть, поэтому тут... Ой, нет, это вообще, знаете, вот на эту тему я могу очень долго рассуждать, потому что в Объединенных Арабских Эмиратах есть чудесные юрисдикции, domestic offshore мы так их называем, или внутренние международные финансовые центры, ADGM, DIFC и RAC-ICC, владение в которых позволяет, в общем-то, не попадать под шариат, Более того, как иностранные граждане мы имеем право процедуру наследования применять в рамках законодательства своей страны. Поэтому вот эти истории с шариатом и отчуждением медвизма... Страшилки? Страшилки, да, равно как и другие мифы, что невозможно без местного спонсора открыть компанию, невозможно заниматься каким-то там бизнесом стратегическим. Все это уже неправда, и все это на самом деле в прошлом, ну, таких 20-летней давности истории. Сейчас все очень сильно поменялось, и регуляторный ландшафт меняется очень быстро, каждый месяц выходят какие-то новости, поэтому будем рады предоставить прям последние инсайты, чтобы вы всегда оставались в курсе событий и имели актуальную информацию. То есть, по факту, да, есть налоги, которые вы оплачиваете, вот здесь комментируют нас, и спасибо вам, да, то есть house index of 5% of annual rent, но как физическое лицо, когда, как обязательство, например, там, да, в других странах мира идти сдавать налоговую декларацию, в Эмиратах нет. Нет, конечно. И поэтому вопрос, почему я обратила внимание, риск попадания на резидент, это не риск, это прегия, я бы даже так сказала. Да, возможность, которую нужно подтвердить, да. Да, многие как раз, ну, стремятся стать резидентами и даже получить документы, подтверждающие этот статус. И к нам присоединился Вадим, что, собственно говоря, приятно. Вот, мы тут обсуждаем вопрос, какую программу мы бы выбрали, и понятно, что каждому нравится то, что он предлагает на сегодня. Кстати, Ольга, вы стали уже резидентом Объединенных Арабских Эмиратов? Слушайте, ну, я уже давно резидент Объединенных Арабских Эмиратов, и этот инструмент позволяет добиваться определенной эффективности в решении определенных задач, и не исключает наличие других гражданств, важно правильно спланировать вот эту историю вокруг образа жизни, в том числе образа жизни семьи, чтобы это работало максимально полезно. Но я очень благодарна стране за то, что они позволяют резидентам чувствовать себя как дома, даже в статусе резидента. Мы не говорим сейчас о гражданстве, мысли о котором у нас также возникают, но мы хотим посмотреть, как практика событий будет развиваться. Кстати, вот еще важный акцент, который я хотела акцентировать потенциальным клиентам, да, я вижу, судя по вопросам они есть, обязательно, ну, в принципе, там, да, как бы нужно в эту страну поехать. Вот, ну, конечно, что вам придется на каком-то этапе приехать, да, онлайн возможен, но вы посещаете, если вы, ну, скажем тогда, продолжите участие в программе, будете приезжать периодически, но, почему я говорю, очень много мифов как раз развеется по поводу того, что страшны ли эмираты, там, все ли там мусульманы, как там одеваться. Очень странно слышать, но приятно, да, развеивать эти мифы, потому что на самом деле ничего такого нет. Я очень часто даже о своих друзей слышу, которые говорят, как вы живете среди, вот в этом арабском мире, но этот арабский мир никогда не говорит о том, что кто-то плохой, никогда никого не осуждает и достаточно толерантны к другим культурам, они позволяют исповедовать свою религию и так далее, позволяют вести тот же образ жизни, что мы ведем в своей стране, не ограничивая себя ни в чем. Поэтому это заслуживает такого уважения, и мы будем рады, если будут возникать какие-то вопросы, как проконсультировать, так и встретить нашу дубайскому. Вот вопрос, который задала нам Наталья, опять же, да, мы немножко так, ну, как бы комплексно по Черногории поговорили, сейчас вот о Миратах чуть-чуть за землей, с какими банками вы работаете? Вопрос такой. Мы работаем со всеми банками, которые имеют лицензию на территорию Объединенных Арабских Эмиратов, но тут важно понимать, что предварительно мы должны понять все нюансы кейса, прежде чем определить его в тот или иной банк, потому что у банков существуют свои требования, и мы понимаем, что в этот мы заходим, в этот не заходим. Поэтому мы изучаем профайлы только после этого, подготовленными, подаем заявление, как правило, у нас в стоимость там входит заявка в три банка, но на практике мы работаем до тех пор, пока не откроем банковский счет. У нас были такие случаи, когда мы открывали по 9 месяцев, ну, ввиду там определенных нюансов, но, тем не менее, и перебрали 15 банков за это время, но счет был открыт. И потом последовали открытые счета в других банках по тому же заявителю, потому что как только открывает один, открывает другие, но это заняло 10 месяцев, это 9, да, и 15 банков, а не три, как мы обещали в контракте. Кстати, по поводу отказов, вопрос ко всем, по всем юрисдикциям. Он, правда, его озвучивал Дмитрий, прислал письменно, он касался Черногории, но я задам для всех. Если вы получили отказ, да, вы подаетесь на программу, вот человек спрашивал там, да, гражданство Черногории, но мы можем также, и я подаюсь, можно ли получить отказ, скажем тогда, в Словакии, в Эмиратах, вот, то получил отказ, и что делать? Можно ли податься повторно? Ну, начнем, наверное, с Черногории, потому что вопрос был по Черногории. Софья. В одну реку дважды найти не получится, поэтому, если вы получили отказ в черногорском гражданстве, лучше сразу после получения отказа не идти вновь туда же, потому что будет еще один отказ, и ни один в уме присутствующий иммиграционный адвокат вас не возьмет второй раз, тем более, но надо отдать должное вообще всем профессиональным игрокам на рынке гражданства через инвестиции, прежде чем брать вообще клиента в обработку, мы ведь смотрим на него через такую лупу, что не пролетит и маленькая муха. Да, то есть это посоверительное, тщательное изучение кейсов. Абсолютно. Нам, самим, всем, вы меня прекрасно должны понимать, не нужны эти репутационные риски, поэтому брать человека не до конца понятного, проверенного, с любыми огрехами, скелетами в шкафу, которые он не готов раскрывать перед нами, как мы просим. Мы просто пройдем мимо, извинимся и лучше не браться. Окей. Об отказах поговорим. Можно ли получить отказ в Словакии, Вадим? Да, такая возможность, безусловно, существует, но, в отличие от того, что говорит София, в Словакии это не означает черной меткой, потому что при качественной подготовке документов для подачи на получение ВНЖ отказ маловероятен. В то же время, если вдруг он по какой-то причине возник, то основания для такого отказа будут указаны. Ну, например, отказались принимать документы, потому что и будет следовать причин, по которым отказали в принятии документов. Соответственно, устранив эти причины, мы можем подать документы вновь. Поэтому в Словакии отказ в получении ВНЖ не означает невозможность подать документы заново, устранив или исправив те ошибки или недочеты, которые имели место при первой подаче документов. Спасибо большое. А что в Эмиратах? Могут ли отказать и почему? Солидарно с информацией, которую подал Вадим. На самом деле, шанс нарваться на отказ есть всегда. Причины могут быть разные, нужно разбираться и в ручном режиме рассматривать эту ситуацию. И также в ручном режиме досогласовывать, что же являлось основным. Если там нет каких-то откровенных криминальных историй, да, либо веских причин для отказа, то в 95% случаев это исправимая ситуация. Да, но мы сейчас говорим, опять же, о получении вида на жительство, визы резидента в Эмиратах. По гражданству практики пока нет, но единственное, я должна здесь сказать, что в случае, если по результатам медицинского исследования приходит информация о заболевании гепатитом или еще рядом заболеваний, вот в таком случае отказать могут. Да, кстати, Эмираты это страна богатых, здоровых и, как мы поняли, теперь талантливых. Совершенно верно. Я вот вижу один вопрос от Халида, он на английском, касается различных, как мы их называем, физов, да, различных сборов. Все говорят, что в Эмиратах нет. Он не столько вопрос, сколько комментарий. Спасибо, да, он комментирует. Совершенно верно, да, он комментирует, но тут важно понимать, что когда ты платишь за лицензию на компанию 10 тысяч долларов, ты можешь не заработать ни цента и можешь заработать миллионы, при этом больше из тебя тоже никто не попросит. Поэтому тут важно дорожную карту для себя составить и понять, насколько тебе выгодно это. Вот еще вопрос интересный, он касается гражданства. Вот тоже давайте по трем юрисдикциям посмотрим. Какие преимущества гражданства именно этой страны, да, вот Эмираты, Словакия и Черногория, и есть ли военная обязанность? Вот, или какие-то другие особенности, которые вот как-то вот влияют хуже или лучше? Кто начинает? А, кто угодно, кто хочет. Ольга, вот давайте я... А давайте, Софья. Окей, спасибо. По военной обязанности. В Черногории инвесторы не несут никакой военной обязанности. Мальчики живут спокойно, ничего они стране не должны. Все проходит совершенно мирно. Но если вдруг, к примеру, в Израиле, ты можешь выбрать по соглашению России и Израиля, где ты будешь служить, и это будет засчитано. В Черногории такого нет, если ты отслужишь в Черногории, это не будет засчитано в России. На большого любителя. Что там с другими преимуществами? Ну, то есть, если говорить о Черногории, тут, кстати, есть вопрос, есть ли вероятность того, что Черногория не вступит в ЕС в 25-м году? Вероятность? Ну, мы с вами не пророки, надо отдать должное этому пункту. Мы очень надеемся. Я писала уже ответ на один из таких вопросов в чате. Черногория в еврозоне. Она в очереди с 2010-2012 года уже официально на вступление в Евросоюз. Черногория в НАТО. Под Горицу создана Еврокомиссия, которая выполняет абсолютно все предписания Евросоюза. И Черногория страстно желает пойти в Евросоюз. И, наоборот, делает, мне кажется, даже больше, чем нужно, только чтобы показать, что у них все хорошо, и они идут целенаправленно и правильно вот туда, к светлому ЕСовскому будущему. Поэтому есть все предпосылки. Если завтра к нам не прилетят инопланетяне или не рассыпется Евросоюз, то, в общем-то, все будет хорошо. А по поводу преимуществ... Вероятность есть всегда, да. Вероятность есть всегда. По поводу преимуществ мы это обсудили в ходе презентации. Безвизовое передвижение по Европе. Возможность вступления в ЕС, тогда жить, работать, учиться в странах Евросоюза. Возможность Е2-визы в США. Возможность оформить всех своих детей, взять в программу. Да, опять же, да, вот это вопрос обучения, как бы, да, для граждан и неграждан. Они тоже разные, поэтому тоже на это учитывайте. Если говорить о гражданстве в Эмиратах, то вы говорили 186 стран, Ольга, где можно посещать... 168 стран. Ну вот плюс-минус, оно колеблется в зависимости от... Ну, порядка 170 стран посещать можно, и это, безусловно, плюс. Можно служить на попище науки, искусства, культуры, и это тоже плюс. Можно отсутствовать необходимость продлять резидентскую визу каждые 3-5 лет и оплачивать там сборы. Пусть они совершенно посильные, но тем не менее, каждые 3 года это проделывать вроде как не из самых приятных процедур. Квоты какие-то подразумеваются в новом законодательстве? Пока не озвучено ни единого слова о квотах, и мы полагаем, что их не будет, потому что стоит задача привлечь как можно больше талантливых людей в страну. Я думаю, что, как таковых, квот по заявкам не будет, но будут уже по факту рассматривать, важен ли этот человек, нужен, полезен ли он, и, соответственно, принимать решение, давать гражданство или нет. Вадим, преимущество Словакии. Вот лучший вид на жительство или гражданство, или, как мы задавали уже этот вопрос, сначала вид на жительство, 10 лет живет, и потом гражданство. В чем тогда преимущество гражданства Словакии? Ну, преимущество гражданства по отношению к виду на жительство в том, что его не надо продлевать, это постоянно действующий статус, который тебе дает все права, полномочия, ну, и, соответственно, обязанности гражданина Европейского Союза с возможностью свободной перемещаться по Европейскому Союзу, проживать в любой стране Европейского Союза, социальной защитой, финансирования и так далее, и так далее, и так далее. Я хотел еще коротко ответить на вопрос, который вы, Иванка, задавали перед тем, как мы начали обсуждать вопрос гражданства, на что, какие преимущества в той или иной стране, и такой тезис дали, что каждый кулик свое болото хвалит. Я тоже являюсь резидентом Словакии, живу здесь уже скоро 10 лет, и в этом году уже планирую получать гражданство. Но... Скажите, что вы хотите Америку. Нет, не хочу Америку, мне здесь очень нравится, прям нравится не потому, что я здесь живу, а потому, что прекрасная страна. Но я бы не хотел заявлять о том, что мы, например, там лучше или хуже, чем в Эмиратах или чем в Черногории, или чем, помните, как у Высоцкого было там, чем цыгане лучше, чем армяне, чем цыгане. На самом деле, когда мы выбираем какой-нибудь проект или какое-нибудь направление для получения вида нажительства, то мы решаем какие-то свои конкретные задачи. Поэтому каждая страна, Эмираты... Ну, вы знаете, что я работаю уже 20 лет на этом рынке, и мой первый проект по получению гражданства иностранного был в 2000 году, это было гражданство Белиза. Вот. И я хочу сказать, что когда наши клиенты что-то выбирают, мы им рекомендуем, исходя из их целей и задач, под какие-то задачи великолепно подходят Эмираты, я с удовольствием рекомендую своим клиентам Эмираты, под какие-то задачи Черногория, пожалуйста. Если под ваши задачи подходит Словакия, я рад буду помочь с вопросом получения ВНЖ, ПМЖ и даже гражданства в Словакии. Поэтому тут нет такой формулировки «лучше» или «хуже». Есть соответствие задачам и требованиям клиента или не соответствует по каким-то причинам. Спасибо. Просто вопрос был о чем, да? Какую программу вы бы выбрали? И я говорю, ну вот они же и выбрали, да, поэтому и рассказывают. Каждый выбрал свою программу. Каждый выбрал свою и рассказывает, естественно. Супер. Так и есть. Ну, а гражданство Словакии хорошо тем, что это гражданство Евросоюза. Страна Евросоюза со всеми вытекающими отсюда последствиями, социальной защитой, безопасностью. Кстати, Словакия имеет практически 100% безопасность в дневное время года. А что-что? 100% безопасность в дневное время дня. Ага. Ну, Эмираты тоже. И в ночные. Да, да, да. Ну, в Черногории там просто все... А черногорцам просто лень. А черногорцам просто лень выходить на работу. Слушайте, давайте поговорим еще о пенсиях здесь спрашивают. Ну, вдруг есть такая информация, я не знаю, как бы, насколько вы владеете. Вот если мы получили какой-то статус, опять же, да, давайте разберемся, да, вот вид на жительство. Он вообще, как бы, имеет отношение к пенсии, вот, и гражданство. И если вы, вот, ну, не будете работать в этой стране, ну, вот какой-то статус получили, вы, вот, можете претендовать на соцпомощь и, там, пенсию, например? Давайте я начну тогда просто коротко. Дело в том, что я с этим вопросом разбирался по просьбе одного из клиентов. Есть международные соглашения или межгосударственные соглашения о взаимном признании пенсий, социальных выплат. И, ну, вот как-то он так называется. Сейчас боюсь ошибиться в формулировке. Но смысл в том, что, например, между Словакией, Украиной, Словакией и Российской Федерацией существует международное соглашение о взаимном признании пенсионного обеспечения. И, соответственно, если у вас есть право на пенсию в своей стране, то высока вероятность, что вы можете получить право на пенсию и в стране своего проживания. И я думаю, что этот вопрос, он аналогичен и для Арабских Эмиратов, и для Черногории, для Чехии, и для любой другой страны. Если такое соглашение о взаимном признании существует, то пенсионный стаж, трудовой стаж может быть учтен в выплату пенсии в той стране, где вы получили ВНЖ, ПНЖ, соответственно, в последующем гражданстве. Хочу обратить внимание, что само по себе временный вид на жительство, он не дает оснований для пенсионного обеспечения. Более того, когда вы получаете временный вид на жительство, вот в комплект документов при подаче в Словакию, входит еще так называемое заявление о том, что на период получения ВНЖ вы не будете отягощать социальную систему в Словакии. Это значит, что вот статус временного вид на жительство. Да. Ну, однако, временный вид на жительство, опять же, он существует предпринимательский, воссоединение, семьи, трудоустройство, обучение. Есть еще страховки. Страховки национальные, потом можно страховку словацкую оформить. И в зависимости от того, какого типового страховка и в каком статусе вы пребываете, социальное обеспечение либо выполняет свои функции по отношению к вам, например, если вы трудоустроены на каком-то заводе в Словакии, либо нет, если вы предприниматель. Ну, собственно говоря, да. Эти вопросы более подробно нужно изучать. И, опять же, всем, и особо обратить внимание всем тем, кто переезжает с семьей и, опять же, переезжает, я не знаю, с родителями, которые будут, скорее всего, переводить свою пенсию там, да, вот куда-то. То есть, действительно, ну, кому это важно, да, на это обратить внимание. Всем остальным, конечно, хочу пожелать, чтобы, ну, вкладывали правильно и занимались своей пенсией, собственно говоря, самостоятельно, не ожидая чего-то от государства. Но в государстве тоже, да, нужно проконсультироваться с юристами, вот, потому что где-то что-то будет, а где-то нет. Ну, перевод пенсии – обычная как бы практика. Что еще кто-то хотел бы добавить по этой теме? Ну, включу верногорскую пенсию. С этими уточнениями буквально через полгодика и посмотреть, как все-таки разворачивается история с гражданством Объединенных Арабских Эмиратов, и тогда уже на практике сказать, что работает. А вообще пенсия в Эмиратах есть? Есть, у граждан есть. В Черногории как там с пенсией? Плохо там с пенсией, вернее, ну, как плохо, она есть в районе от 125 до 200 с чем-то евро, но когда мы задавали вопрос, а эпизодически такие вопросы от наших клиентов поступают просто для общего развития. Причем понятно, что все клиенты – инвесторы, и они не могут войти в программу без денег. Но вот такой чисто для информации вопрос возникает. Черногорцы наши разводили руками со словами, что они не рассчитывают на эту пенсию. Ровно так же, как мы с вами не рассчитываем на наши пенсии, нужно заниматься накоплениями в течение своей жизни. Ну и потом многие страны, безусловно, нужно уточнять, и я не буду говорить, что это истинно то, что я сейчас говорю, но в любой стране пенсия выплачивается тогда, когда человек проживает в стране, делает отчисления в страну, ведет либо бизнес, либо работает, и платит налоги туда. Таким образом, пенсия – это проживание. То есть, понимание вообще того, откуда эта пенсия берется. Естественно, она не падает на нас с неба, потому что мы получили гражданство. Да, смотрите, давайте поговорим все-таки о деньгах. Я бы хотела задать такой вопрос. Это вот порог входа, вы уже говорили, я понимаю, вы просто повторите, да, порог входа в программу и, еще такой момент, и потом какие-то затраты через год, вот бюджет планировать, вот сколько нужно тому, кто хочет гражданство в Эмиратах, в Черногории, вид на жить, там, в Словакии, вот, или там, виды на жительство. Вот бюджет на вход и на продление. Софья? Окей, жду вашей команды. Хорошо. В Черногории все просто. Порог входа 250 тысяч евро вложения в северный проект, например, который мы сегодня с вами презентовали, Монтис Маунтин Резорт, Вайс Плендет, либо от 450 тысяч евро в южный проект, например, Бока Плейс, он находится в Тивате, либо любой другой авторизованный проект государством. Плюсом идет надстройка в государственный взнос, благотворительный, невозвратный, 100 тысяч евро. Плюс, аппликейшн пошлины, 15 тысяч евро за главного аппликанта, по 10 за каждого зависимого, дью дилиженс, 10 тысяч на семью евро. Плюс, открытие эскру счетов, переводы на Черногорский, переводы на английский, интериальное заверение, ДИЧ, медицина. За конкулятором мы поняли. Еще где-то 5-7 тысяч на семью, плюс услуги. Все, вот это рождает сумму в районе 440 тысяч евро. Плюс, минус. Через год там, да, или какие-то еще будут затраты потом? На что еще рассчитывать? Затрат не будет, затраты будут после того, как человек должен будет поменять корочку паспорта, про которую мы тоже говорили, реньювел сделать. Это стоит 35 евро. Так, ну, в аналоге нашего ФМС приходишь, меняешь, но для этого нужно будет прилететь в Черногорию. Вот единственная затрата на проживание. Других затрат нет. Что касается проектов, в которые человек вложится, если у проекта девелоперского будет прибыль, то от чистого дохода по своей комнате, доле или апартаменту человек может получать в зависимости от девелопера от 30 до 50 процентов. По северному проекту максимум 40 процентов от чистой прибыли. Вот Монтис платит 40. Плюс он имеет возможность проживания в этом проекте и так далее. Но по поводу черногорских северных проектов, кроме Монтиса, очень многие, практически 60 процентов из девелоперов, требуют еще затрат на обслуживание своих номеров. И вот тут мы обязательно акцентируем внимание каждого инвестора, что ты не только купишь, но потом будешь еще платить 50 евро за квадратный метр в год. И вот это уже будет твой расход. Вот поэтому, если просто хочешь инвестировать в паспорт, выбирай проекты, которые не требуют потом дополнительных затрат. Все, больше других не. Что там с бюджетами на вход и на выход в Эмиратах? Ну, все зависит от того, что мы все-таки имеем в виду, гражданство или... Куда мы входим, да? Да. И каким способом мы это делаем. Понятно, что если мы говорим о гражданстве, пока каких-то там цифр нет. И мы предполагаем... О резидентстве, да? Потому что его нужно продлевать. С практической точки зрения проще говорить о резидентстве. Конечно, если это инвесторская виза, которая дается по причине инвестиций в недвижимость, то, соответственно, продление через 3, 5 или 10 лет оно оплачиваемо. Мы снова платим сборы за продление. Там какие-то символические. Порядка, может быть, меньше 1000 долларов, куда включается медицинское обследование в том числе. Если мы говорим о виде нажительства, полученном через инвестиции в бизнес, то туда добавляется ежегодное продление лицензии. Но если дело касается студентов или сотрудников трудоустроенных, то, соответственно, как заканчивается период 3, 2, 5 лет действия визы необходимо так же, как и инвесторам в недвижимость, заплатить за продление и пройти медицинское обследование. Но вот по недвижимости, да, София справедливо отметила, что помимо сборов за переоформление и за регистрацию сделки, нужно будет ежегодно в части проектов оплачивать так называемые maintenance fee, то есть ежегодные сборы за обслуживание общих площадей, это, как правило, спортзалы, повседенные. Еще такой момент. Если ты куда-то переезжаешь, то ты должен где-то жить, и, собственно говоря, это жилье ты тоже должен как-то либо купить, либо арендовать. Мне было бы правильным эти расходы учитывать, потому что они возникают в любой стране, независимо от того, где ты живешь, и зависит от того, что именно ты предпочитаешь. А в Словакии как там с бюджетами? Ну, мы просто, опять же, вы все это говорили, но мы итоги, люди там записывают, повторяют. Иван, я все понимаю, поэтому надо просто подвести итог нашему выступлению. Бюджет входа в словацкие проекты, если мы говорим о затратах, это 4-5 тысяч евро на получение ВНЖ, это если мы про затраты говорим. Если мы говорим про капитал, который необходимо иметь, то это где-то порядка 30 тысяч, потому что нужно деньги разместить на счет корпоративный, нужно деньги разместить на счет личный, плюс семья. И если мы оцениваем там бюджет, например, до момента получения ВНЖ, то это может быть там 30-40 тысяч за 5 лет. Расходов, которые состоят из услуг по обслуживанию компании, бухгалтерского обслуживания, аренды жилья и уплаты налогов. Есть в словацком законодательстве минимальный размер налогов, которые надо заплатить для продления ВНЖ. Поэтому это вот где-то в пределах 30-40 тысяч за 5 лет. После получения ВНЖ у вас пропадает обязанность ввести предпринимательскую деятельность и платить налоги, поэтому статус от ВНЖ до гражданства в течение 5 лет может вообще потребовать минимальный затрат только на аренду жилья. Спасибо большое. Есть ли какие-то... Здесь у нас вопрос от Юлии Минеевой, которая спрашивает, есть ли какая-то причина для квоты в Черногории в 2 тысячи заявок, если вы такую знаете. Почему только 2 тысячи? Почему 2 тысячи? Сумма красивая, цифра красивая. Не знаю, есть ли какой-то потаенный смысл, но вот так определила государство. Ну, как мы выяснили, никаких квот в Словакии, насколько я понимаю, в Эмиратах нет. В Словакии нет никаких квот, абсолютно. На сегодняшний день я смотрел статистику, в Словакии 65 тысяч человек с временным видом на жительство. Ну что, спасибо большое, что спрашивали. Опять же, все детали, калькуляции, вы можете связаться и с каждым из спикеров, потому что все контакты, которые они оставляют, там спрашивают, актуальный телефон, все актуально. Для общения. Мне действительно было интересно самой спросить, там, да, как бы много вопросов. Спасибо всем, кто присылал вопросы до. И до новых встреч. Заходите на сайт Bosco Conference, выбирайте онлайн-воркшопе. И я реально очень жду уже встречи вживую со всеми, со всеми вами, да, как бы мы очень надеемся, что скоро возможности, да, вот на экране вы видите, мы сможем встретиться в Эмиратах 31 марта, в Киеве 21 апреля, в Москве в мае 17-18 и в Петербурге тоже в мае, 20 мая. Вот, все это время до этих прекрасных дат можно встречаться онлайн, что абсолютно безопасно. Спасибо всем, до новых встреч. Спасибо всем большое. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok